Ни разу не видел я, чтобы здесь убирали. Здесь, конечно, автобусов там, туалетов не было, сюда все ходили. Его, извиняюсь за выражение, просто загадили. Этот сквер за ДК Кировский когда-то был уютный уголок. Здесь гуляли мамы с колясками, резвились дети. Сейчас повсюду разбросан мусор с сухостой в человеческий рост и заросшие травой аллеи. Можно как-то его хотя бы в порядок привезти. Я не знаю, если там эти штрафы налагают, пусть люди ходят с мангалами, например. Потому что то пожар, то что-то кого-то, то горит он там. А человеческий просто относится. То есть люди будут только тогда, когда уже наши высокие головы, как говорится, посмотрят и скажут, действительно, вот такая площадь и просто так пропадает. Парк принадлежит к Роспорту. По словам спортивной дирекции, сквер в скором времени изменится до неузнаваемости. Уже разработан проект. Из архитектурных особенностей – стелла из камней и металла на входе, скамейки из цветного бетона с подсветкой под сидением и современные арт-объекты. При реализации этого проекта ни одно дерево не будет вырублено. Что все органично и логично вписывается в структуру этого парка. Сохраняется весь ландшафт, все существующие дорожки, они будут плавно обтекать деревья. Очень яркий, красивый проект получился. Получили одобрение у жителей. И сейчас идет обсчет, потому что дальше надо обсчитать стоимость этих работ. Но когда все, что нарисовано на бумаге, воплотится в жизнь, неясно, пока сквер остается в таком же состоянии. И таких заброшенных зеленых уголков в городе предостаточно. Один из них – парк Сипсталь на улице Мичурина. Раньше эта территория принадлежала заводу, а после того, как его закрыли, сквер забросили. Теперь он завален мусором, все лавочки разломаны, а в фонарях нет ни одной лампочки. В департаменте горхозяйства уверяет, что в парке мусор убирают. Правда, благоустраивать сквер в этом году точно не будут. Но если за парками и скверами хоть как-то следят городские службы, то зеленые зоны, например, небольшие аллеи за домами, часто превращаются в свалки. Два года назад эта территория с деревьями и кустарниками чуть не была утрачена. Здесь хотели построить многоэтажное здание. Тогда жители через суд отстояли свой зеленый уголок. Сейчас здесь грязь, мусор, запустение. А все дело в том, что у этого участка нет статуса сквер. И городские службы им просто не занимаются. Сквер-то, конечно, пусть бы был не жилой дом, а сквер. А почему бы и нет? Лавочки там для детей. Прекрасно было бы. В этом году на благоустройство всех парков и скверах города запланировано потратить около 18 миллионов рублей. А за три года цифра дойдет до 90 миллионов, пояснили в горхозяйстве. Документация готовится по благоустройству сквера, продолжение благоустройства сквера на улице Кополова, также сквер на улице Урванцева около поликлиники, улица Рейдовая, сквер энтузиастов и сквер на улице Красномосковская в районе дома номер 42. Список неполный. Также в планах благоустройства сквера на перекрестке Парижской коммуны и Карла Маркса на это городские власти потратят более двух миллионов рублей. Сейчас заключается контракт с подрядчиком, после чего сквер начнут приводить в порядок. Антон Шевчук, Михаил Масленников, Афонтова, Новости.